Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 августа, хочу рассказать вам о неудачах этого года моих. Вот одна из неудач этого года, это вот вредители у меня на этом перце. Хочу рассказать, что есть такие вредители, которых я даже не смогла уничтожить в течение всего лета. Вот это у меня, я показывала возможно, а может нет, не помню. Остатки перца, которые не вошли в теплицу, не вошли в грядочку на открытом грунте, но просто лишние. Лишняя рассада. Я высадила вот так вдоль теплицы, рядом с помидорками, и вот этот ряд идет туда дальше, дальше. И сразу же, почти сразу после высадки я увидела, помните я показывала красненькие такие насекомые друг на друге сидят. Я увидела, что много насекомых сидит и подумала, что может быть они будут есть. Но потом меня успокоили, сказали, что это они хищники, они зелень не едят. Я успокоилась. Когда через неделю, дней через 10 пришла, я увидела дырки на листьях. Я не знаю, те самые ели или нет. Ну, короче, кто-то начал есть мой перец. Я обработала один раз от насекомых и успокоилась. Потом через какое-то время снова пришла. Обычно, когда после обработки смотришь, новые листья вырастают уже неповрежденные. Это значит, что старые листья насекомые ели, а они умерли, и новые листья целые. Смотрю, молодые листья опять у меня в дырках. Это значит, что эти вредители не умерли, а они дальше продолжают жрать мой перец. Я еще раз обработала. Не буду всю долгую историю рассказывать. Обрабатывала все лето. Там с перерывами, с какими-то 4 или 5 раз. Дошло до того, что начала я с биопрепарата фитоверма. Потом была и октора, потом даже крабофосом брызгала. Но дело в том, что листья новые появляются, а их опять объедают. Все едят и едят. И что самое ужасное, съели не только листья. Съели все плоды. Я вот вчера ходила, обрывала. Вот смотрите, висит перец. Он уже почти такой. На каждом перчинке дырка. Это значит, что кто-то туда пролазит, его повреждает. И он вот такой вот. И все-все плоды такие, они вот уже... Видите, вот раз дырочка. Кто-то туда пробрался, повредил весь плод. Он считает, что уже почти сформировавшийся. И все плоды, которые тут висели. Я вот пошла вчера, вот кучку набрала. Там дальше уже красные, поврежденные. Вот. Неудача этого года такая, что какой-то у меня завелся тут насекомый-вредитель, который не боится никаких даже химических инсектицидов магазинных, вот этих, которые считаются даже вредными не то, что для насекомых, а для людей. Он так конкретно тут все у меня поел. Вы смотрите. Ну, теперь осталось только ждать зимы и надеяться, что он замерзнет. Сейчас вам покажу. И причем, это вот одно место, только здесь. Там и в открытом грунте, и в теплице нет этого. Все листики целые. Смотрите, до какой степени все сожрано. Это вообще, это кто тут должен быть? И я сколько осматривала, я не могу найти никого. Сейчас вот дальше пройдем, там еще страшнее. Так, выдвигаемся сейчас. Смотрите, как кружева. Все изъедено. Но я не знаю, уже обрабатывать мне или нет. Потому что я эти, растения травлю-травлю, а ничего толку нет. Это ужас. А такие были хорошие перчики. Тут еще столько завязи могло бы быть. Вот. Неудача этого года. Потеряла целый ряд перца из-за какого-то вредителя. Билась-билась с ним все лето. Но он меня победил. До свидания. Даже не буду теперь спрашивать, знаете ли вы, кто это может быть. Ну, теперь уже неважно, осень настала. Я надеюсь, что он зимой замерзнет. Все. Продолжение следует...